За пять лет на Олимпийской стройке в Сочи было задействовано свыше трех с половиной тысяч бойцов стройотрядов компании РЖД. Таким образом была развернута всероссийская студенческая стройка на объектах Олимпиады, которая подошла к концу. Это лето для ребят было последним трудовым. Лучшим по производственным показателям назван студенческий отряд из Иркутска. Бойцы повторили трудовой подвиг 2011 года. Мы выполнили трехмесячную норму заливки бетона и установки бордюрных камней. Это специфика работы. На самом деле мы безумно гордимся этим званием. Мы долго шли к нему. А вот дальневосточный студенческий отряд стал лучшим по всем показателям. Ему досталось переходящее юбилейное знамя. Ребята признаются, шестидневка и 11-часовой рабочий день – это сложно, но время, проведенное в Сочи, незабываемо. Сегодня студенты посетили музей спортивной славы и передали на хранение то, что посчитали для себя самым дорогим за эти 50 трудовых дней. Я сказал, парни, кто отдаст свою бойцовку? Я вам серьезно говорю, у меня была конкуренция за то, чтобы отдать свою бойцовку в музей. Шесть человек изъявило желание, в итоге тянули жребий. Вытянул один, остался самый довольный. Каски, значки, майки и даже студенческая гитара пополнили коллекцию Сочинского музея спортивной славы. А на сцене зимнего наградили и тех, кто помимо работы успел отличиться и в спорте, и творчестве. Например, бойцы из Омска написали даже свой стройотлядовский гимн. Студенты были отмечены и городской администрацией за то, что в период ликвидации последствий наводнения в Крымске в числе первых отправились на помощь. И вся работа на стройку в столице зимних игр прошла под девизом «Наши победы начинаются сегодня». Пятый трудовой летний семестр завершен. Но это далеко не означает, что мы проект студенческих отрядов ООО «РЖД» собираемся ликвидировать или закрывать. Вы знаете последние принятые решения правительству, президентам страны о трех очень серьезных инфраструктурных проектах. Это Байкал-Амурская министрали Транссиб, это высокоскоростное движение, которое нам предстоит строить в нашем государстве, это Московский транспортный узел. И безусловно, там тоже будет где приложить усилия, волю. В следующий раз стройотряды соберутся в Сочи в середине ноября, но уже не для работы, а для отдыха. В нашем городе пройдет первый всероссийский слет студентов РЖД.